В этом видео хочу поговорить о куколдах на 8 марта. Но для начала хочу вам представить спонсора сегодняшнего ролика. А именно телеграм-канал моего друга, в котором собрана лучшая халява со всего интернета. И называется этот телеграм-канал Free4All. Прямо сейчас у них в закрепе висит статья о том, как можно получить бесплатные подписки практически на все сервисы. А именно YouTube Premium, Boom, Netflix, Apple Music и прочее. Причем это не какие-то нелегальные методы, а просто-напросто пробилы в системе. Например, я таким образом уже получил на халяву подписку Boom, и сейчас могу в неограниченном доступе слушать ремиксы из ВКонтактика. Если ты сам хочешь подробнее узнать про все эти способы, то переходи в телеграм-канал Free4All, ссылка на который будет в описании. Что ж, сегодня у нас праздник, Международный Женский День. Ну, на самом деле, если посмотреть на карту, в каких странах его отмечают, не такой уж он международный, ну да не суть. У нас в странах СНГ его отмечают, поэтому поздравляю всех девчонок с этим замечательным днем. И желаю вам, чтобы хуй стоял и деньги были. Ой, я ж забыл, в Таиланде его не отмечают, ну ладно. Поговорим мы в этом ролике даже больше не о моем отношении к этому празднику в целом, а о забавных историях, связанных с этим праздником, которые происходили в моей жизни. Что ж, не буду вас долго томить, и поэтому мы сразу начнем. Первая история произошла, когда я был еще в пятом классе. Ну, вы все прекрасно помните, как в средней школе были на весь класс одна-две красивые девочки, за которыми бегали все пацаны без исключения. Но поскольку мы были малолетними пиздюками и не знали, как правильно общаться с девчонками, то, разумеется, всех нас они френдзонили. И использовали в своих целях, как только можно. Ну, вы все, наверное, помните такие ситуации, когда в школе какая-нибудь местная красотка говорила тебе, слушай, купи мне, пожалуйста, шоколадку. И наивно влюбленный пятиклассник бежал в буфет, покупал ей шоколадку, приносил, она ему говорила, спасибо, ты крутой, и уходила. А самое ржачное было, когда в девочек влюблялись какие-нибудь ботаники. И когда этим девочкам нужно было что-то у них списать, то они всегда подходили и говорили, слушай, вот ты же такой умный, ты же такой классный, можешь мне дать списать? Ну, как только этот ботаник предлагал этой девочке, например, прогуляться после школы, или просто пообщаться, то она ему говорила, ой, извини, у меня нет времени, у меня дела и так далее. А потом они обсуждали между подружками. Ну, вот, значит, у этого лоха я сегодня списала математику, этот лох, значит, купил мне шоколадку в буфете. А вообще мне очень нравится гопник Вася на два класса старше. Он вообще крутой, он сухарики в магазине спиздил, а сейчас в ментовке на учете стоит. Вот такого бы парня я себе хотела. Пацаны, если у вас такие девчонки в классе есть, то вы на них не обижайтесь, потому что как-нибудь я вам расскажу, что с ними происходит, когда они вырастают. Спойлер, по несколько раз выходят замуж за каких-нибудь дерьмов, а потом в 30 лет остаются разведенками с детьми, и никто их уже замуж не берет. Ну, в общем, не суть, перейдем к самой истории. Была у нас одна гламурная фифа, по которой сохло сразу два пацана. И наступил тот самый прекрасный день, 8 марта. А так как не знаю, как в других школах у нас это было так, что на 8 марта не было какого-то фонда класса, куда все пацаны скидывались и девочкам дарили подарки. Но я знаю, что такое есть во многих школах, во многих универах, где-то в рабочих коллективах, но у нас такого в школе не было. И если девочкам кто-то и дарил подарки на 8 марта, то только по желанию. И вот дальше просто слушайте, это история под названием «Испанский стыд». Короче, каждый из этих двух пацанов решили поздравить эту девчонку. Один принес какой-то блокнотик там с феечками Винкс, а второй принес один тюльпанчик. Разумеется, этой девчонке было похер что на одного, что на второго. Ну, короче, один пацан, который с блокнотом пришел в школу пораньше, подошел к этой девочке, подарил ей блокнот, а та сказала «Я вообще-то Винкс не люблю, но все-таки, ну, ну, спасибо». А потом пришел второй пацан с тюльпаном. Он подходит к этой девочке, пытается подарить ей тюльпанчик, и было это внимание при всем классе. И она ему отвечает «Слушай, ну ты это извини, но мне Женя уже просто блокнотик подарил, я же не могу от вас обоих подарки принять». И тут просто картина маслом. Весь класс начинает над этим пацаном угорать, а он, знаете, что делает, вместо того, чтобы послать эту девочку на безумно дивные три буквы? Просто набрасывается с кулаками на того пацана, который подарил блокнот. И между ними завязалось такое UFC 229. Что там Коннор с Хабибом нервно курят в сторонке? Ой, ладно, следующий прикол произошел, когда мы учились в шестом классе. Короче, был у нас пацан, который был безумно влюблен в одну девчонку. И мы с одноклассниками над этим пацаном угорали, что вот этой девчонке нравится парня постарше, что ты вообще не в ее вкусе и все в этом роде. А он нам говорил, а спорим, я на 8 марта ей подарок сам сделаю своими руками, и она его примет. Мы ему такие, ну давай спорим. Ну, короче, наступает 8 марта, приходит этот пацан в школу и приносит этой девчонке, внимание, рисунок цветочка. Кстати, рисовал этот пацан реально хорошо, потому что он ходил в художку. Ну, короче, дарит он ей этот рисунок, она ему такая говорит, слушай, ну ты извини, но я не хочу, ну, ну ладно, приму. Короче, берет она этот рисунок, кладет себе в портфель, он такой нам говорит, ну чё, съели, приняла она мой подарок. И тут просто, внимание, приходим мы на следующий урок. Ну, вы все знаете, как это бывает на перемене, девчонки всегда сидят в классе, а пацаны всегда бегают по коридору. Ну, короче, чё-то мы с чуваком бегали по коридору, прибегаем в класс и видим, что в мусорке смятый лежит этот рисунок. И тут это, конечно, была наша ошибка, так не надо было делать, но перед началом урока просто там учитель опаздывал. Мой друг выходит, поднимает этот рисунок и говорит, вот, пожалуйста, этот рисунок, который Женька подарил Маше. И над этим пацаном ещё, по-моему, месяц смеялись. Не, конечно, смех смехом, мне срочно нужно сделать ролик о том, как правильно общаться с девушками. Ну и последняя история со школы, это, знаете, из разряда просто красава. Короче, был один пацан, который был, опять же, безумно влюблён в девчонку. Было это, опять же, в седьмом классе. А девчонка была на редкость, как бы это так помягче сказать, и на буквы С, и на буквы Ш, и на все эти буквы, которые вы знаете. Ну, в общем, она с подружками узнала о том, что этот парень готовит ей подарок на 8 марта. И так как я сидел на передней парте, я слышал их разговор. И она говорила, что она хочет при всём классе этого парня опозорить, и сказать, что она не примет его подарок. Ну, а разумеется, как говорится, брат за брата за основу взято. И я не мог этому пацану об этом не рассказать. Слава богу, что даже в седьмом классе он оказался более-менее адекватным, а не настолько куколдом, и говорит, я знаю, что я сделаю. Короче, наступает 8 марта, и приходит этот пацан с букетом тюльпанов. Та девчонка уже, значит, приготовилась, уже начала улыбаться, что-то переглядываться с подружками, те начали хихикать, и он, короче, подходит к той парте, за которой она сидела, и, внимание, дарит цветы самой страшной девочке в классе, которая сидела рядом с ней. И так как он заручился поддержкой пацанов, то все пацаны начали ему аплодировать. Вы бы просто видели лицо этой девочки, так как пацан-то он был нормальный, а на неё не особо кто-то из пацанов внимание обращал. А также вы бы просто видели лицо той бабы, которая думала, что цветы для неё. Это ж у неё, наверное, весь мир сейчас перед глазами перевернулся. А теперь уже расскажу историю из универа. Когда я в 2017 году учился на первом курсе, был у нас, значит, один пацан из очень богатой семьи. Ну, короче, был такой, знаете, типичный мажор. И вот он, значит, начал подкатывать к одной девчонке в нашей группе. Но она, разумеется, не отвечала ему взаимностью. Потому что девчонка, она была адекватная, а этот был хоть и богатый, но долбоёб. И независимо от того, что я ему много раз объяснял, что ты просто не в её вкусе, и ты просто дебил, он постоянно пытался её удивить, знаете, таким своим богатством. Приведу пример. Пишет он ей ВКонтакте, как у тебя дела вообще, как настроение? Она пишет, ой, да сейчас что-то не очень, что-то приболело. А он ей такой говорит, слушай, ну вообще я сейчас занят, но я могу как бы нужных людей напрячь, они на машине отвезут тебе все лекарства, всё, что надо, короче. Я там просто, когда он это голосовое записывал, я чуть попу не покатился со смеху. Я ему говорю, ты понимаешь, что это не та девушка, которую можно взять какими-то там дешёвыми понтами? Но я ему говорю, он дебил, он этого не понимал. Ну и, короче, решил он блеснуть на 8 марта. Значит, перед 8 марта мы с пацанами скинулись и решили девочкам подарить по одной розочке, а также по коробке конфет, обычных конфет. Так как, ну, мы были нищими студентами Рафаэла, это, знаете, не наш уровень. И, короче, девчонкам сказали сидеть в аудитории, а все пацаны находились в коридоре. Ну как бы готовились к торжественному вручению подарков. Мы распределились между собой, кто какой девушке что дарят, и потом мы все заходим в класс. И вот представьте, все пацаны подарили девчонкам по одной розочке и по коробке обычных конфет. И этот долбоёб, как обычно, решил блеснуть. И единственный заходит в класс с букетом из 9 роз, с коробкой Рафаэла, и вручает это всё своей возлюбленной. Господи, какой ты дебил, зачем это было делать при всех? Всем девочкам подарили те подарки, на которые мы скидывались. И зачем вот даже на таком мероприятии ты решил выделиться и блеснуть своим богатством, что вот смотрите на меня, у меня есть деньги, чтобы купить букет из 9 роз. Ну и последняя история на сегодня произошла также с моим приятелем из универа. Была у него, значит, девушка, так скажем, не самой высокой социальной ответственности. Ну мы все ему про это говорили, что, мол, она тебя использует, но он, конечно же, нас не слушал. И как он только свою девушку не баловал. И нет, я ещё понимаю стараться для своей девушки, если она действительно порядочная. Но та девушка была, мягко так сказать, вообще даже не скажу так, чтобы Ютуб мне не снял монетизацию. Короче, ну, нехорошая. И вот как раз-таки, сука, судьба так располагает, что вот таким вот нехорошим девушкам всегда достаются хорошие парни, которые одаривают их подарками, цветами, а те этого нихрена не ценят. То же самое произошло и с этим пацаном. Он был на самом деле очень добрый, трудолюбивый, с первого курса параллельно учился и работал. И, в общем, копил ей на 8 марта на айфон. На тот момент самый новый айфон был айфон икс. И мы все ему говорили, что айфон это слишком дорогой подарок. Да и ладно, ещё просто дорогой подарок, но, блин, 8 марта это не тот праздник, на который нужно дарить айфоны. Максимум какую-нибудь сумочку тысяч за пять и букет цветов. Ну, короче, дарит он ей айфон. И что вы думаете, через неделю она этот айфон разбивает после очередной бухаловки в ночном клубе. Разумеется, бухаловка проходила без присутствия своего парня. И что вы думаете, этот придурок починил ей айфон за свои деньги. Блин, ребят, я просто не хочу тут никак высказываться. Давайте я сниму отдельный ролик, как общаться с девушками, где разберу по полочкам вот таких вот куколдов. Что ж, а на этом у меня всё. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал и обязательно жмякайте на колокольце, чтобы не пропустить мои следующие видео. Субтитры сделал DimaTorzok